В зале суда Ленар Айбедулов, тот самый человек, который руководил компанией по продаже газовых анализаторов и дымовых извещателей. Все было бы вполне законно, если бы цена оборудования не была завышена почти в три раза. Под прицел продавцов не попадали доверчивые пенсионеры, а методы продаж не были похожи на мошенничество. Когда пострадавших набрались десятки, вмешались правоохранители. На главных персонажей этой истории завели уголовные дела Ленар Айбедулова, посадили под домашний арест, условия которого, впрочем, по мнению следствия, бизнесмен нарушил. В ходе предварительного следствия зафиксированы факты неоднократного нарушения обвинения Айбедулов за обрет пограничения возложенному суду в связи с избранием мероприятия и домашнего ареста. Указанные факты подтверждаются материалом, который подоставлен в суд. Когда было разрешено исключительно приехать к следователям, Айбедулов успевал заскочить в свой офис. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как оттуда выносили оргтехнику и пакеты, по версии подсудимого, с продуктами. Беседы с другими участниками махинаций тоже отмечены протоколами допросов. На защиту коммерсантов стали целых три адвоката. Чтобы пресечь воздействие на свидетелей, возможное сокрытие улик, обвинение и просило изменить меру пресечения. Соключить по стражу Айбедулова я прошу, соответственно, сегодня и срок содержания по страже определить, как просит руководитель следственного органа до 5 декабря текущего года. Как бы старательно не говорили адвокаты о провокации и нелепости ходатайства, суд постановил заключить Айбедулова под стражу на срок 2 месяца. Расследование дела продолжается. Максимальное наказание по вменяемой статье лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. К основным материалам приобщают еще 31 уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Светлана Лашина, Артем Руденко. Наши новости.